Так, ну а то музыка громко играет. Дедушка, вы зачем выходите в рулетку? Да, вы зачем? А я выхожу рисовать портреты. Сложник, вы рисуете. Ну что, будем рисовать или нет? Рисуйте, разрешаю. Наушники снять? Не-не-не-не-не-не. Я вот, кстати, хочу попробовать. Мне попадается в наушниках, но еще не приходилось. Именно в наушниках. Только не соскакивайте. Договорились? Говорили. Отлично. Я так потихонечку и полегонечку. Начинаю быть похожим. Ну, может быть, чуть-чуть. На похожести еще далеко, но мы постараемся. Шея-то у вас, как у борца, накачанная. Так, а вот это вот очень интересная тема, вот эта. Мне нравятся наушники вот эти. Они дают необычную, несимметричную такую вещь. И даже еще вот эта вот штука, которая говорит. Она тоже такая смешная. И еще эта. Так, все, теперь уточняем. А вы откуда? Россия, Чебоксара. Чебоксара? Это что, Вашия, да? Да. Хорошо. Вы можете мне потом по e-mail выслать этот портрет? Вы знаете, вот я не обладаю вот этими. Я не понимаю, как это делать. Вот в чем дело. Я вот хочу просто быстро научиться рисовать и сделать свой канал. И вот когда будет у меня что-нибудь такое получаться, тогда можно как-то, наверное. А так я не совсем все это понимаю. У меня получается, понимаете? Я же уже старый. Я тоже не молодой. Ну да, вот поэтому вы, наверное, и согласились. Скажите, что старику-то не потрафить? Пусть порисует, побалуется дед. Да, ямочка обязательно. Ну а как же без этого? Я все замечаю. Классно. Классно. Спасибо за добрые слова. А то ведь народ-то ругается. Немножко чупчик на голове нарисовать надо. Ну все сделаю, только надо, вы же понимаете тут. А то скажут, совсем уже лысый. Нам в нашем возрасте надо немножко приукрашивать. Согласитесь? Да. Поэтому я вам, конечно, сделаю как-то и поинтереснее, чтобы все было как положено. Ну улыбку-то сделайте. Конечно, добродушное, хорошее лицо, что там. Так, очочки. Очочки, вот здесь они. Так, и обязательно, а то тут мешки под глазами. Они характер дают. Ну вы класс, честно говоря. Ну я не могу так про себя сказать. Но приятно слышать. Честно. Я начал дружбу с художником вообще-то. Ну вот. В Мухинке учились, в Третьяковке, в Суриковском. У меня все друзья художники только. Круто. Ну так они, наверное, вам портретов уже много сделали. А, не умеют они ничего. Вот у вас получилось. Ну, если получится, хорошо. Я ищу интересные лица, понимаете. А сейчас же, как его, пандемия. Поэтому где их найти? Вот только в рулетке. Но народ не хочет ничего рисовать. Не то, что не хочет. Они как-то не останавливаются все. Я ничего не понимаю. Почему это так? Класс. Хотя что-нибудь останется. Ну да. Вот я ролик когда сделаю. В смысле канала. Обязательно с вами. Можно вас будет выпустить? Как мы рисуем портрет? Ради бога. А самое главное в наушниках. Я давно хотел, вот именно, чтобы наушники были. Это как аксессуар. Вот жена подошла, сейчас смотрит и меня ругает втихаря. Ты опять, говорит, старый дед, рисуешь, что не это. Нет, чтобы что-нибудь, деньги зарабатывать. А ты что попало делаешь. Вот и все. Вот я вот прямо это, не знаю, что делать. Вы ей скажите, деньги в третий день. Вы ей скажите, что у меня получается. Вот она поверит. Она чужим людям быстрее верит, чем меня. Получается. 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 Ну, вот и все. Как вашу жену зовут? Люба ее зовут. О, Любовь. Красивое имя. Да, вместе уже 50 лет живем. Любовь, вы не ругайте своего мужа, в котором 50 лет прожили. Он классный художник. Разве можно вас ругать? Это же все понарошку. Да не понарошку. Я же вижу, как все получилось. Нет, я имею в виду, что ругать понарошку. Пусть работает. Пусть учится, пусть получается у него все. Если удовольствие, как же надо получать удовольствие. Не такое уж удовольствие. Ну, все равно. Это работа вообще-то. Работа, но ты же работаешь с удовольствием. С удовольствием работаю, да. Я не рисовал лет 20, вот честно признаюсь. Именно портреты. А сейчас вот решил, думаю, все равно дома сижу. Дай-ка я попробую. Молодец. 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 И попробую. Ну что, я просто преклоняю руки перед вами. Спасибо за добрые слова снова. Но отношу это только за счет того, что мы с вами одной генерации. Ну, красота. Я себя таким не видел никогда. А, ну это, извините, это взгляд художника. Разве что в зеркале. Это взгляд художника. Имею право на свое. Я как бы стараюсь увидеть человека в лучшем свете, так скажем. Ну, по крайней мере, от меня останется портрет. Это точно, кстати. Я думаю, больше вас в рулетке никто не будет рисовать никогда. Да. Поэтому это может быть, да. Я вот, может быть, и выставку сделаю. Образы рулетки. Лигкие рулетки. Я ищу, я вам говорил, лица. Мне интересно это все. Есть встречаются очень интересные люди. Ну, в смысле лица. А что, у меня интересное лицо, что ли? Конечно, интересное. Вы посмотрите, вы знаете, на кого походите? Вы, по-моему, режиссер вот этого, который Тарас Бурбус снял. О, господи, на Михалкова. Господи. Нет, не Михалкова. Нет, не Михалкова. Этот, как его? Собачье сердце, который снял. Ну-ка, скажите. Украинский режиссер. Он в России живет, конечно. Вот вы на него походите. Написал-то Булгаков, конечно. Булгаков написал, да, Собачье сердце. А снял самый хороший фильм, где этот, где они все эти знаменитые сцены, где Эвси Гнеев играет, где, ну, как его, господи, вот, все выкинул. Ну, вот такая жизнь, памяти нету, забываешь все. Так, еще, сейчас немножечко тут это, вот так мы сделаем, и вот так сделаем, чтобы у вас появился объем. Меня всегда поражало, вот как люди смотрят и могут рисовать. Сам удивляюсь. Это, 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 знаете, как? Я, я этот вопрос как-то смотрел. Оказывается, у людей разные восприятия, вот, и восприятие, вот, внешнего мира, и они могут положить вот на карандаш. И таких людей не очень-то много. Это правда. Которые могут вот так вот все видеть и положить на карандаш, на кисть. Обратите внимание, я еще не вышел от своего графика. 7 минут. Бортко его фамилия. Наверное, слышали? Да, 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 Бортко. Ну, вот. Вы походите. Ну, правда, вы просто моложе выглядите. Я думаю, это не самый плохой сход. Ну, извиняюсь, со временем подойду. Так, а еще очки у вас отбрасывают тени. Ну, класс. Скажите, а как вас зовут? Можно имя, участво даже. Вячеслав Анатольевич. Я здесь подпишу, хорошо? Хорошо. Могу даже фамилию сказать. Не, не надо. Вячеслав Анатольевич из Чебоксар. Да, вот Чебоксары обязательно подпишу. Чебоксары. Так. Ой, спасибо. Еще вот так я сделаю проводки. И к Чебоксарам подключу их. Последние буквы. Спасибо. Класс, класс. Я думаю, походит, да? Я вообще в шоке, честно говоря. Как так можно за 7 минут вот такую сделать? Спасибо вам за хорошие слова по поводу рисунка. Спасибо вам. Вы обладаете таким талантом, на котором я только мечтать могу. Еще раз спасибо и всего хорошего вам в вступившем году. И супругу вас больше не ругает. Ну ладно. Пусть вас поддерживает. Я так думаю, у вас счастливая семья. И так все будет хорошо. До свидания. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...